Наш следующий гость точно не перестанет хайповать и в боях, и в музыке, и по жизни. Стас Борецкий! Привет, привет! Легенда, легенда, Стас. Здравствуйте. Да. А наоборот, похоже, что любят. Я тебе писал вчера, ты мне не ответил. Здравствуйте, у нас есть кадры с вашего боя. Да, можно мы их посмотрим сейчас? Конечно, конечно. Я только за. Давайте. О секретном сопернике Олега Монгола. Стас, неужели? Давайте встречаем Стас Борецкий! Это психическая атака за Стаса Борецкого. Он же испугался. Смотрите, как он убегает. Ну, правильно, слушай, ну по шее это двинуло. Если сейчас операцию заснял взгляд Борецкого, он сломал Монгола, может убегать. Ой, смотри, уронил. Поскользнулся, поскользнулся, отшитывая судья. Так. Я же говорю, очень сильный бой. Пробил. Все. Стас Борецкий достаточный. Все, он сливается? Да, что было дальше. Стас, Стас, рассечение было, да, или что? Вообще ничего не было. Он бьет, как женщина, понимаешь? Я падал специально, я падал специально. А что тогда бой закончил, пожалел просто парня? Я его пожалел, да. Да, вот не буду убрать. Мне зачем понравилось? Вышел все равно в кожане. В кожане. В кожане. В кожане. Не надо, не надо, не надо. Ну, а что? Не. Стас, он у меня сейчас нормально. Я вот сейчас скажу. Я не дерусь. А я дерусь. А ты дерешься, я знаю. Я вообще не дерусь. Я на этом шоу ведущий. Ну, может, кто-то знает. Мы с Сявой ведем это шоу. И так получилось, что я решил выйти против Монгола, потому что отказался его соперник. Должен был выйти соперник. Я соперника испугался там, не знаю, не испугался. Короче, он убежал. Я думаю, ну, Монгола надо как бы там немножко подержать. И как бы вышел с ним. Ну, этот бой, кстати, хорошо хайпанул. Он там, кстати, хайпанул хорошо за границей. То есть почему-то он попал там. Я этот бой сам смотрел лично, мне просто приколол его. На самом деле, тогда очень круто. Он спас бой, и Монгол заработал денег. Если бы не Стас, Монгол бы остался без денег. Но я заработал тогда тоже нормально. Большой милосердие. Ребята не пожалели, отстегнули денег. Сказали, давай побудь в шкуре бойца. Хватит уже там стоять. Тебе понравилось, Стас? Не, не понравилось. Скажи, ведущим быть прикольнее, да? Сидеть, отступать. Я прекрасно, Стас, понимаю и даже согласен с ним. Я лучше так языком потрепать. Не, вот, то есть, глядя на вас, вы там деретесь. То есть я на вас иногда смотрю со стороны, знаешь, там, сижу у Карда, на вас смотрю, думаю, ну, б***ь, ну, просто, ну, знаешь, вот, сумасшедшие люди, я бы так не потянул. Ну, слушай, я в свое время очень много дрался в молодости, во дворах там, да, ну, где-то еще. Такая тема сумасшедшего. Оставил рубец на сердце. Да, 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 поэтому, Тарасов, конкурента у тебя не будет в роли меня, поэтому я не хочу. А какая тема для меня уважения Стаса Борисовна? Если что, я с тобой готов сейчас подраться. Давай, для кайпа, давай, побори меня, волчара, давай, волчара. Давай, 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 давай. И победу одержал Стас Борисовна. Стас Борисовна. У нас все по-честному никто никому не подслуживал. На самом деле, вот Стас вышел на бой-то с монголами, я говорю, вот он же говорит то, что многие люди сидят и смотрят. Ну, прикиньте, Стас, ну, на самом деле, ну, он весит немало. Ну, весит немало, его за себя немало. И это большой парень, это парень возрастной, выходит против человека, который намного моложе, выходит в клетку. Поэтому вообще это отдельный аплодисмент, а заслуживает. Красавчик, давайте поаплодируем. Ну, он был мотивирован, очень сильно готовился к этому бою. Я мотивирован деньгами был. Я скажу больше, чтобы вынести Стаса, надо хорошую... Паша, ну, так готовься, следующий бой ваш. Нет, с Пашкой я выйду, но этот бой закончится. Знаешь, мы просто начнем, он поэт, я поэт, мы просто начнем читать стихи. Давай, 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 давай вот эту, давай, давай стоечку, стоечку, Паша. Фейс-то-фейс. Давай, с тобой фейс-то-фейс поставим. Ну, нежненько, нежненько. Браво, парни, браво, молодцы. Легенды. Это две легенды. Две легенды. Две легенды рэпа. Ну, я прям вижу, что у вас, конечно, жизнь была до этого вообще непростая. Я вас видел на корпоративе несколько раз. Я в свое время выступал в группе Ленинград. Мы очень много ездили, пересекались. Я вас помню, вы всегда такая яркая, красивая женщина. Эх, были времена. Поэтому вы, может быть, меня не помните. Нет, 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 я вас помню. Но я вас помню. Я в этом амплуа вас вижу сейчас. А я могу спросить, пожалуйста, почему у вас такие шрамы на лице? Вы знаете, я сидел на свадьбе один раз, знаете, за столом. И, а там человек, он в Чечне только, в Чечне откинулся. И вы знаете, я просто его жену так приобнял, вот так. И он берет, знаете, бутылку просто бьет об стол, и мне в рожу так. То есть вот так вот у меня все... Ну, если бы ты мое приобнял, я бы то же самое сделал. Да, он меня приревновал страшно. Хотя ты не был в Чечне. Да. И вот много шрамов оттуда. Он целился мне в глаза, он хотел выменить мне глаза просто. Ну, мне повезло, видимо, там как-то. Ну, мне вообще по жизни везет, потому что у меня в 90-е... Стас, ты фартовый. Ну, тфу-тфу-тфу, конечно, как говорится, но всякое бывало. Вот, просто в 90-е мы, когда выходили из машины, просто стреляли нас из автомата. Представляете, в человека попали, в меня не попали. Представляете, вот с моими габаритами в меня не попали. Но стреляли в него. В рубашке родился? Ну, да. В кожанке, да. В кожанке, в куртке. В кожаной куртке, да. Да. Вот просто на одном из видеохостингов есть отдельный канал. Стас Борецкий. Драки. Порно. Порно? А, драки? Драки. Скажи, Стас, так вот из этих вот драк, какие драки реальные действительно были? Или какая самая яркая драка, которую ты можешь сейчас вспомнить? А какие постановочные? Слушай, вы знаете, вот я вам честно скажу, у меня канал появился где-то в году, ну, в 2000-м, да, допустим. И я еще даже не знал, что у Ютуба у меня даже компьютера не было. Поэтому они стали выкладывать мои видео, а я прочухал, что, в принципе, эта фишка такая прет, в принципе. Ну, драки тогда люди смотрели, верили в это во все. И мы стали снимать... Так сейчас смотрят, да. Да, и до сих пор, представляете, смотрят. И мы стали снимать постановочные драки, но они были такие смешные, там, ну, что-то там толпа на толпу, там, не знаю. Но они были практически все постановочные. Накопился в то время, мы даже не знаем, что такое накрутка, у меня лям подписчиков был на видеохостинге. И потом, когда американцы поняли, что мы, как бы, начинаем занимать их нишу, там, каких-то главных героев, потому что, ну, герои из России, они лучше, чем они. И, соответственно, они мой канал снесли. Да ладно? Да, снесли. Ну, я не обиделся. Согласен с тобой. АПЛОДИСМЕНТОР Пиар всегда страдает с пиаром, даже если он черный, возможно, он даже больше приносит. Ты куда пошел? Ты решил обсидеть все табуретки сегодня? АПЛОДИСМЕНТОР Он мне табуретку принес тоже. Звезды дерутся, искри летят. Пока одни звезды выплескивают эмоции в текстах песен, другие неожиданно открывают в себе талант бойца. Поединки в клетке или в ринге – способ заработать или расширить фан-базу. А вот драки на улице и в ресторанах – верный способ нажить неприятности. Но главное в боях за хайп – не потерять лицо. Ни от пропущенных ударов, ни от стыда за содеянное. Это шоу «Искри летят». И пока звезды не перестанут нас удивлять, мы будем их обсуждать. Но никогда не осуждать. Увидимся на главном музыкальном. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok